Для того, чтобы научиться произносить правильно аффирмации, я хочу вам рассказать взаимосвязь аффирмаций и аутотренинга. Ведь аффирмация – это такое словесное внушение, некий самогипноз. И вспомните, кто приобрел тот ролик про транс и аутотренинг, что я про это говорю. Ведь что же роднит аффирмацию аутотренинга? Вот это постоянное повторение простого, короткого текста есть одно из условий, которые вводят человека в измененное состояние сознания – в транс. И когда человек входит в это состояние в транс, как я уже об этом говорил в другом ролике, вот тогда эта информация, которая несет вот этот текст, который мы написали с вами, минует фильтры вот одни левого критического полушария головного мозга. И он проходит сразу в правое полушарие и воспринимается как руководство к действию. Правое полушарие – это эмоциональное полушарие. Мало того, что вы входите в состояние аутотренинга, транса, вы еще создаете определенные эмоции, и тогда уже эти слова воспринимаются на уровне внушения. Потому что в измененном состоянии сознания мы мир воспринимаем как-то целостно. Наше подсознание подключается, и нет такого вот разрыва «я» с окружением, между словом и реальностью. Вот что сказал, то и есть. Поэтому, вот я там говорил в том фильме, как «Цыганский гипноз». Так вот, здесь то же самое. Между тем, что ты сказал в этих аффирмациях, и то, что есть, вот такой разницы не существует, нету критики. И это произношение в состоянии измененного состояния транса, и на эмоциональном уровне, вот, минуя критику левого полушария, создают в правом полушарии новые убеждения, новые образы, и как бы впитываются прямо в подсознание. Ведь поймите, в современном мире все держится с непомерной скоростью, такой клиповый режим. И мы не находим время, чтобы остановиться и подумать о том, что и как мы говорим. А слово-то уже мы об этом знаем, как отзовется в нашей душе. И вот умение говорить и мыслить позитивно – это большой внутренний труд. И вот организм, он должен бы как бы останавливаться. Вот входить в состояние транса. Я говорил вам о том, что человек, который не испытывает состояние транса в день меньше, чем 5-6 раз, он как бы изнашивается. Вот оттуда и идут депрессии, стрессы, и седром хронической усталости. И вот это состояние остановки, состояние транса и умение говорить себе – это не только про аффирмации. Вот сейчас я вам расскажу о том, что часто вы сами, собираясь на работу или утром вставая, занимаетесь самобичеванием. А или говорите близким резкие слова, или детей дергаете, сколько тебя ждать, ты вечно опаздываешь, шнурки не завязал, портфель проверил, и ты меня задерживаешь. Вы ни себя не любите, ни окружающих не любите. Вот он, этот клиповый ритм, когда вы не транс не испытываете, ну, когда вы прям вбиваете в голову себе шипы и гвозди. Ну, вам, может быть, это покажется несерьезным, но, обращаясь вот к научным экспериментам, он может вспомнить, вот я лично проводил такие эксперименты еще в СССР, какие эмоции вызывают слова. Ведь разные слова вызывают разные эмоции. Человек в состоянии эмоционального раздрая совершает не те поступки и неадекватен уже в взаимоотношениях и с собой, и с реальностью. Понимаете, когда мы обращены к людям дерзкими, негативными утверждениями, то портится настроение не только у того человека, которого мы задергали, особенно ребенка, но и у вас тоже. Вы испытываете плохие, деструктивные эмоции. Скажите, вы что себя не любите? Вот стоите и сами себя этими фразами лупцуете. Вы что, думаете, этими фразами достигнете результата, чтобы он шнурки завязал или она быстрее накрасилась и пошла с вами? У вас машина уже на барах. Нет, вы только этим разрушаете. Разрушаете свою психику, разрушаете психику безавиевашего и закладываете мину замедленного действия в ваше отношение. Психологический настрой взаимоотношений с другими людьми. Да посмотрите, в это время у вас начинается сердце чаще биться, руки дрожат или даже вы потеете. Помните, Пушкин говорил, что слово страшнее пистолета. И вот вы с утра стреляете по всем. Поймите, слово влияет на нас на эмоциональном уровне. Вот это необходимо понять. И когда вы произносите аффирмации, вы создаете определенные нужные эмоции. Ну вот я приведу пример. Я не верующий, я не атеист, конечно, а гностик, но для меня вот этих молитвы ничего не значат. Но вот я приведу пример, когда бабушки там мои, особенно моя верующая бабушка, как бы знали секрет здоровья и долголетия. А что они делают? Они готовили пищу, улыбаясь и говоря какие-то хорошие слова. А мы вот этот фастфуд, это не только фастфуд из-за того, что там продукты какие-то не те. Фастфуд, это механическая пища, в которой нету энергии и души человека приготовленного. Пирожок от бабушки, он не только насыщал, он давал внутреннюю энергию. И они вот бабушки тихо произносили какие-то слова или молитвы благодарности всему живому. И тем самым наполняли некой целительной информацией. Вот, например, члены семьи садятся за стол. Ну, такой есть обряд, у многих для меня он далекий. И они благодарят Всевышнего за еду. Они берут руками друг друга. Они произносят и говорят какие-то слова позитивные, аффирмации, которые так важны для качества вашей жизни, для того, чтобы ваша пища лучше усваивалась. Та пища, которая, может быть, она и не притязательная, но она здоровая уже тем, что она наполнена и внутренним вашим содержанием, и содержанием тех людей, которые эту пищу приготовили. Одним словом, друзья мои, следите за своей внутренней речью. Я и в одном ролике, и в другом, и в третьем ролике говорю об этом. Давайте-ка займёмся экологией нашего внутреннего мира. Вы себя любите? Видите, я мотаю голову. Я задаю вам вопрос, и мне кажется, что ответ для вас затруднительный. Вроде бы и хотели любить. А если любите, давайте заниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубубу! Редактор субтитры Алексею Дубубку! Корректор А.Кулакова